Микс Ньюс Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль Каннский кинофестиваль Возможности есть у людей Которые работают в этой индустрии Или связано с этим Я непосредственно попала Благодаря конкурсу European Film Challenge Который проводят Здесь в Латвии И еще в семи странах Европы Задача конкурса простая Это стимулировать Просмотр европейского кино И таким образом можно также получить главный приз. В принципе, их три в течение года. Непосредственно я в последнем конкурсе, который был с главным призом поездкой на Канны, победила. Спасибо, Олег. Ну, то есть я понимаю, что это поездки на три европейских фестиваля. Венецианский, Каннский и какой-нибудь. Берлиналь. А, ну да, и Берлиналь. Да. Хотя мы уже, кстати, говорили за эфиром о том, что билеты в Берлин достаточно дешево стоят. И он настолько... Не дешево. Там можно купить билеты на показы фестивальной программы, конкурсной, вне конкурсной, короткометражного кино. То есть это, в принципе, будучи в Берлине, во время Берлинали, можно спокойно прийти за час до показа в определенном кинотеатре и купить билет на показ. Ну, просто как человек с улицы, не обязательно быть журналистом. Как человек с улицы, аккредитованным, работать в индустрии и так далее. Просто достаточно быть синий филом, киноманом. Да. И я просто говорил о том, что не очень дорого добраться до Берлина, в принципе. Это верно. Это, в принципе, делает этот фестиваль доступным для латвийских киноманов. И, может быть, действительно, мы кого-то сейчас стимулируем на следующий год просто взять билет до Берлина во время Берлина, где-то остановиться, найти там недорогое жилье и просто вот сходить и смотреть фильмы. Насколько вот с этим, насколько сложно было победить в этом конкурсе? Что для этого требовалось? Да. На самом деле, я начала уже участие в этом конкурсе два года назад, первый раз, когда был конкурс на поездку на Венецианский фестиваль. Но я была как-то не очень собрана. Не было уверенности. Да. Не то, что не было уверенности, в принципе, не было какой-то собранности или, так сказать, цели не было, может быть, такой поставлено. Просто было интересно узнать, что это за конкурс. Потому что суть конкурса такова, что в течение определенного времени, обычно это где-то месяца полтора-два, надо успеть посмотреть 10 фильмов европейского производства или же в ко-продукции с Европой и получить за каждый просмотр определенное количество пунктов. Смотреть можно на разных платформах, в кинотеатре, во время кинофестивалей, на онлайн-платформах. Как известно, сейчас они достаточно распространены и доступны. Ну, естественно, на легальных, хотелось бы подчеркнуть. И доказательством вашего просмотра на каждой из площадок и каждого кинофильма вы публикуете либо фотографию билета в кинотеатр, либо это скриншот вашего телевизора или компьютера. И, соответственно, публикуете на площадке europeanfilmchallenge.eu. Предварительно, конечно, надо завести свой профиль там, но там зарегистрироваться очень легко посредством социальных сетей определенных. И, соответственно, за это время вы смотрите фильмы, публикуете ваши доказательства в виде фотографий и собираете количество пунктов. Также есть возможность привлечь к данному конкурсу еще 20 друзей, это еще плюс 20 пунктов. И во время конкурса тот организатор конкурса, который является представителем конкурса в Латвии, это небольшой кинотеатр «Кинобиза», очень часто предлагает во время конкурса посмотреть определенные фильмы, при этом у них в кинозале. Или, например, если проходит Рижский кинофестиваль, то на Рижском кинофестивале за определенные фильмы можно получить плюс столько-то пунктов. То есть, таким образом можно накопить количество пунктов и получить наибольшее число для того, чтобы победить. А сколько, в принципе, фильмов тогда нужно для победы? — Фильмов всего 10. В том-то и подвох, что если постоянно смотреть на одной и той же платформе, например, Netflix, и регистрируют только скриншоты компьютера с кино, которое вы смотрите на Netflix, то, соответственно, вы будете получать все время одинаковое количество пунктов, и от этого вы, в принципе, ничего не выиграете. Интерес в том, что ты посещаешь кинофестивали, например. У нас проходит очень много, скажем, мероприятий, они, может быть, не такие обширные кинофестивали, как мы привыкли понимать под этим словом, да, но, например, то есть у нас… Рижский кинофестиваль, да, я это, конечно, имею в виду как большой, крупный фестиваль все-таки для Латвии. А в фестивале, например, франкофония, то есть это фестиваль французского кино. Причем зачастую на эти мероприятия билеты можно получить бесплатно, заранее их получив, либо в кассе, либо это через интернет, вот. Либо они стоят, в принципе, небольших денег. А в каком зале показывают? Кассумс, например. Франкофония проходила в кинозале Кассумс. Также делают, в том же Кассумсе, насколько мне известно, делают недели там норвежского кино, датского кино. Они, конечно, могут не совпасть с проведением, вот с периодом конкурса, да, но вот просто надо везде смотреть на мир открытыми глазами, следить за информацией и таким образом изучать предложения на текущий момент и идти смотреть. Фильмы должны быть этого года или можно смотреть более старое европейское кино? То есть, условно говоря, Бертолуччи и фильмы с Делоном и Бильмондо, это считаются? Да, считаются, поскольку они произведены в Европе. И год фильма не имеет значения. Можно хоть Фрица Ланга Метрополис посмотреть, например, в рамках какого-нибудь специального показа классики кинематографа. И таким образом тоже это действует. При регистрации фильма, когда ты регистрируешь доказательства этих фотографий и дальше пишешь название фильма, который ты посмотрел, место, где посмотрел, то, соответственно, там же есть база европейского кино, то есть фильмов, произведенных в Европе, или в Копродукции, то есть где присутствует европейское финансирование. И по этой базе можно всегда свериться, подходит ли этот фильм под данный конкурс. Есть эта база, можно отдельно смотреть и в поисковике изучить, есть ли этот фильм там. Либо, в принципе, вводя фильм, ты уже видишь, он у тебя выскакивает или не выскакивает, потому что там уже дроп-лист есть такой определенный. Когда ты вводишь название, у тебя уже появляется название фильма и год даже, то есть можешь, в принципе, уже понимать, он котируется или не котируется. Ну, вот все случилось, все приключилось, значит, что дает победа в этом конкурсе? Какие возможности? Возможности, скажем, очень привлекательные, потому что не всегда имеются средства или возможности, повторяюсь, поехать в тот или иной город, особенно где проходят фестивали, во время фестиваля. Но организаторы конкурса обеспечивают переезд, то есть это перелет из Риги в данное место фестиваля, и проживание там. Ну, естественно, само собой аккредитация, с помощью которой вы попадаете на просмотры, показы и мероприятия в рамках этого события. То есть это для Каннского кинофестиваля очень важно, потому что, ну, в отличие от Берлинского, я понимаю, что так уже просто не получить, ну, просто прийти билеты с улицы. Ну, вот и начинается самое главное, самое интересное, как это все происходило, какие были первые впечатления, вот когда мечта сбылась, вот, словно говоря, Канны, вот я в Каннах. Вот я в Каннах, да. Я приехала в Канны на Лазурный берег, и, к сожалению, погода немножко разочаровала. Но потом я, в принципе, несколько дней спустя, уже будучи там, уже, так сказать, освоившись, я поняла, что это не самый плохой вариант, что я не приехала сюда загорать и отдыхать, хотя море, вот, пожалуйста, круазет, и вот же берег морской лазурный, был каждый день у меня, в принципе, перед глазами. Мимо него я проходила по набережной до дворца фестивалей. Ну, потому что, объясню еще раз, да, что, не еще раз, а, в принципе, наверное, в первый раз, да, в данный момент, чтобы попасть на показы, ты не можешь просто прийти, как вот перед сеансом, вы приходите в кинозал, не знаю, покупаете попкорн, не покупаете здесь, да, и проходите дальше с билетом. Непосредственно перед сеансом надо встать в очередь, вот, потому что таких аккредитованных, как я, там многое из индустрии и люди, которые приехали со своим фильмом и так далее. То есть, соответственно, вы стоите в очереди где-то примерно за час и примерно за полчаса до начала сеанса начинают запускать в зал. Эти очереди не находятся в помещении, они находятся снаружи. И поэтому несколько свежие, свежие, так сказать, погодные условия в Каннах, да, были тому пользой, да, потому что если бы было солнце палящее и, как мне рассказывали предыдущие посетители данного фестиваля, многие брали с собой крем для загара, потому что стоя в очереди, ты выгораешь весь полностью, и шляпа какая-нибудь там с большими полями нужна, в данном случае, то есть, как бы мне показалось, что это даже было плюсом, что вот, в принципе, было комфортно находиться на улице, да, не было палящего солнца и можно было спокойно, так сказать, попасть в кинозал. То есть, получается, что эта охота за билетами занимала примерно так столько же времени, сколько просмотр самого фильма? Да, вот я, кстати, хотела подчеркнуть, да, что это не охота за билеты, да, подчеркнуть то, что действительно занимало примерно столько же, сколько и просмотр фильма, потому что в среднем, как известно, У нас фильмы сейчас короткие практически редко делают, да, это где-то в среднем 2 часа сам фильм, и примерно, ну, полтора часа в среднем ты вот проводишь, ну, это на дорогу, то есть, несмотря на то, что город Канны маленький, да, но там приходилось побегать из-за того, что сама набережная около дворца по фестивалю была перекрыта, вот, и поэтому надо было идти в обход, чтобы, допустим, из того же зала, который с одной стороны этого дворца, пойти встать в очередь в зал, который находится, вход в который находится с другой стороны. Вот, поэтому, то есть, на это уходит время. А пригласительные, вот уточню, да, что по бейджам, так называемой, аккредитации, то, что ты стоишь в очереди, это одно, а на показы, которые проходят в главном зале дворца фестиваля, это зал «Люмьер», где проходят, соответственно, и премьеры, и со звездами, да, сеансы, да, там нужны еще дополнительные пригласительные, на которые надо тоже подавать заявки и заранее. Вот, где, в принципе, я… Бюрократия. Бюрократия, да, где я, в принципе, пролетела как раз-таки с билетами на единственные два сеанса фильма «Тарантино однажды в Голливуде». То есть, так и не удалось посмотреть? Нет, но вот девушка из Финляндии, которая победила в конкурсе аналогичном European Film Challenge, она на один день, заранее вот как бы забив эти билеты, да, получила подтверждение, и на пять сеансов, за день на пять сеансов в зал «Люмьер». Ну, опять же, юмор весь в том, что ты не можешь вот прийти, показать себе пять билетов и остаться в зале после первого, второго, третьего, четвертого показа. Ты все равно выходишь из зала, опять обходишь и опять стоишь. Вот, плюс еще, да, что на вечерние показы есть определенный дресс-код, где-то часов шести. То есть, так просто не попасть, то есть, нужно вечернее платье для, естественно, женщин, я понимаю? Да, мужчинам в раке костюмы, да, строгие бабочки. То есть, просто вот так вот в джинсах, в кроссовках уже не пускают? Нет, разве что, на вот, если вот, показы начинаются с 8.30, вот, и где-то вот с этого времени до где-то часов четырех, если сеанс, где-то там три-четыре часа, да, еще, в принципе, можно пойти и в кроссовках, и в джинсах. Вот, потому что там не происходят, как бы, красные дорожки, а на вечерние это must-have, обязательно black tie и соответствующее вечернее платье. Ну что же, мы сейчас на самом интересном месте прервемся, после чего продолжим рассказ о Каннском кинофестивале. Продолжается программа «Синема», мы говорим о Каннском кинофестивале. Вот Наталья Яценко, киноман, который побывал на последнем свежем нашем Каннском кинофестивале, привез золотую пальмовую ветвь, тут прикол это, да. Что это такое за веточка такая? Это символ главного приза, золотая пальмовая ветвь, которую присуждают, да, вручают победителю Каннского кинофестиваля. Это официальная продукция сувенирная, так что, к сожалению, не из рук организаторов фестиваля, но официально, как сказать, проданная. Много ли там сувениров продаются? Ну, то есть, насколько эта вот машина, ну, я не знаю, по зарабатыванию денег? Хорошо, работает и ассортимент широкий, от магнитиков, заканчивая сумками, шляпками летними, майками, полотенцами, зажигалками. То есть, там, ну, продумано, как говорится, всё до мелочей, каждому что-то придётся по вкусу. Звёзды доступны ли вообще? Удалось ли кого-то увидеть, кого-то, не знаю, подержать за руку? Ну, за руку подержать сложно, если ты не причастен, как говорится, к определённому кругу. Вот, и на красную дорожку там действительно попасть достаточно сложно. Есть, конечно, доступ для публики непосредственно перед проходом звёзд на премьеру по знаменитой красной дорожке. Ну, естественно, это там место надо занимать заранее. Вот, может быть, тебе что-то подпишут звёзды, может быть, нет, потому что, как правило, это фотокол, так называемый, да, где, соответственно, всё внимание привлечено к медиа, да, то есть, это выгул платья, как говорится, лица и так далее. Вот, поэтому так вот просто увидеть звезду, это, наверное, надо иметь какие-то свои каналы, по которым ты знаешь, где какая звезда живёт, где в какой гостинице его караулить, куда его привезёт чёрный лимузин, ну, вернее, у них не лимузин, у них партнёр, если не ошибаюсь, Peugeot, да, вот, но всё равно, то есть, представительского класса машина, вот, обычно с затемнёнными стёклами, поэтому ты до последнего можешь и не увидеть вообще, кто сидит в машине, чтобы понять, ага, надо бежать и ловить, вот, а так, чтобы увидеть звезду, непосредственно в рамках фестиваля очень часто устраивают встречи, вот, как, например, было в предпоследний день, в Канны приехал Сильвестер Сталлоне, как специальный гость фестиваля, потому что в тот же день вечером показывали обновлённую или реставрированную версию его первого фильма «Рэмбо», и днём он встречался с публикой, народ валил просто валом, там тоже надо было отстоять очередь, вот, как раз-таки это был первый такой жаркий день за, вот, мой визит в Канны, и даже какой-то мадам стало плохо в очереди, её там как-то вот даже оттуда пытались вытащить, вот, и, да, вот, непосредственно с ним была встреча, это как вот интервью с модератором, на сцене он сидит, ему задают вопросы, все спрашивают из зала, практически, в принципе, не дали задать вопрос, всё-таки звезда у нас, слай, большая, вот, и времени на, так сказать, разговор с публикой у него, наверное, ограничено, вот, а в рамках параллельной программы «Двухнедельник режиссёров», которая уже давно, в принципе, несколько десятилетий проходит в рамках кинофестиваля в Каннах, вот, была возможность практически во время премьеры фильма «Тарантино» однажды в Голливуде, его хороший друг Роберт Родригес, вот, устраивал встречу и мастер-класс в отдельном кинозале, поэтому его я видела лично на публике, он, кстати, через зал, хоть какое-то утешение, вот, и, в принципе, мне показалось, что он как-то ближе, что ли, к нам, к народу, он простой техасский парень, вот, вот, и рассказывал достаточно интересные вещи, хотя они очень понятны и ясны, но он как-то вот такой вот стимул прямо вот давал, особенно, там было, действительно, когда он спросил, кто в зале студента киношкол, и там чуть ли не ползала подняли руки, что вот, да, вот мы. Кстати, ещё замечу, вот, возвращаясь к билетам, что на фильмы «Двухнедельника режиссёров» билеты можно купить в кассе, и можно также попасть. То есть это, как бы, тоже такая доступная программа в рамках кинофестиваля, да, потому что там, насколько вот я видела, тоже продавались билеты, были отдельные кассы именно под эту программу. Вот, поэтому и туда, наверное, пришли вот студенты киношколы, таким образом и попали, потому что не все могут получить аккредитацию, да, действительно, вот. Ну, и удалось ли что-то посмотреть из фильмов? Да, удалось, но, как уже говорили, времени на то, чтобы посмотреть кино, уходит в два раза больше, чем просмотр самого фильма, поэтому за, скажем, получается, четыре с половиной дня, сколько я там так вот, ну, полноценно провела, мне удалось посмотреть одиннадцать фильмов. Ну, что, в принципе, наверное, для кого-то может показаться достаточно большим количеством. Что меня порадовало, что я пошла на фильм «Паразит». Который победил. Да, Пон Чунг Хо, который в конечном итоге стал победителем Каннского кинофестиваля этого года. И я еще при просмотре этого фильма, я поняла, что вот это точно победитель. Вот какая-то вот, хотя я даже не читала там рецензии или какие-нибудь уже отзывы кинокритиков. Вот, то есть это я потом уже стала смотреть рейтинги, которые публикуются после каждой премьеры в журнале «Скрин», в интернет-версии. То есть там можно было следить, какая оценка каждого фильма по ходу их уже премьер, выходов, так сказать, на Каннскую дорожку уже получалось. У меня сразу вопрос. На каком языке фильм и на каком, если, ну, субтитры, ну, для человека, который, может быть, не владеет корейским языком. Да, фильмы в рамках фестиваля на показах идут в оригинале с английскими, если это фильм не на английском, да, то они идут с английскими и французскими субтитрами на двух языках. В Берлинале то же самое. Если фильм не английский, а какой-нибудь азиатский или там, не знаю, восточно-европейский и так далее, то, соответственно, да, будет на двух языках, английский и немецкий. Тут английский и французский. Насколько, ну, картина действительно произвела впечатление? Что понравилось? Понравилось то, что это вот такой гибрид, что ли, сказать. Я для себя ее назвала как социальная драмеди. Потому что там есть элемент драмы, там есть и комедия, да, и даже, в принципе, немного такого, ну, как сказать, криминала. Да, то есть криминально-социальная драмедия. То есть, да, понимаю, что как бы сейчас очень сложно фильмы засунуть в какой-то один жанр, да. То есть, начинают появляться гибриды, и, ну, тут это настолько органично было все вплетено, вот, и, в принципе, фильм сам повествует историю бедной семьи, которая по-хитрому устраивается на работу в дом богачей. Так, по одному человеку, один попал туда, вот, в виде преподавателя, или как это называют у нас, когда в частную семью, ну, это не гувернант, а, в принципе, да, ну, преподаватель английского языка для дочери, вот, богатого человека. Репетитор. Правильно, репетитор, спасибо. Вот, и таким образом, то есть, он там уже и своего отца протащил в виде водителя этого богатого человека, потом свою сестру в виде, или в качестве, не в виде, конечно, а в качестве, как это сейчас модно называть, арт-терапевта для младшего сына, и потом впоследствии еще и мать в виде гувернантки. Но как они избавлялись от тех людей, на место, на чьи места они, вот, проникали, это, вот, в принципе, достойно, вот, я говорю, такой вот, вот, тонкой криминальной, вот, вот, истории, да, вот, и в конечном итоге, конечно, то есть, как бы, это обличение, вот, вот, разницы социальных слоев, опять же, то есть, как бы, вот, вот это, вот, скажем, желание халявы, да, то есть, и, что за это всегда потом приходится расплачиваться, да, то есть, это такая вот, ну, действительно, как бы, вот, жизненная очень история, вот, и поэтому она как-то резонирует, и то, как это действительно, то есть, немножко так вот с азиатской, вот, вот, с азиатским привкусом, или приукрасой, да, это все очень смотрелось как-то цельно, интересно и даже захватывающе, то есть, несмотря на то, что фильм идет два часа, в принципе, вот, на одном дыхании смотрят, вот это я считаю главным, потому что, если есть провисы, и вот уже как-то через час тебе становится скучно, начинаешь посматривать на часы, в данном случае это вообще не работает, то есть, в данном случае, действительно, фильм держит напряжение, не то, что напряжение, он просто очень сильно вовлекает себя, как бы, в саму историю, а в течение всех двух часов. Что, кстати, рассказывала финская знакомая о фильме «Тарантино», это ей понравился или нет, она что-то хоть сказала? Да, мы ее тоже все расспрашивали, ну, что, как, ты же единственный из нас, кто попал туда, я даже не знаю, стоит ли это говорить, но всем, на самом деле, известный факт, что фильм «Тарантино» попал в последний момент в рамках программы конкурсной, да, кинофестиваля, и поэтому, насколько я поняла, монтаж был сделан достаточно, ну, на скорую руку. И, насколько я поняла, это чувствовалось, ну, как, простому зрителю, да, вот, ощущалось, что, как бы, что-то, вот, с монтажом было не так, что, вот, смонтировано было так, что трудно было или, как бы, ну, неинтересно, может быть, было, не то, что неинтересно, а вот мешало смотреть. То есть, может быть, еще он будет перемонтирован и доработан, да? Скорее всего, да, естественно, я думаю, что для проката он будет еще доработан, это была действительно такая первая сырая версия, да, которую «Тарантино» просто хотел успеть привезти в кинофестиваль. Ясно, хорошо, тогда у нас просто времени не очень много. Что еще? Какие были фильмы? Также первый же вечер, мне вообще очень почему-то везло в рамках этого кинофестиваля на длинные фильмы, вот, помимо «Паразита», ну, окей, два часа для нас уже норма, да, я в первый же день, вечер, фактически, то есть, я днем приехала, и вечером же сразу думаю, ну, надо уже с корабля на бал и идти в кино. И я посмотрела фильм Терренса Малека «Тайная жизнь», «A hidden life», который, несмотря на то, что предыдущие работы мне всегда казались странными, но я не совсем-то, сказать, понимаю его, может быть, творчество, да, вот, но в данном случае это очень линейная история, очень красиво рассказанная, это как и визуально, так и по, скажем, ну, по ходу событий и вообще самой истории, которая там показана, вот. И, несмотря на то, что она три часа идет, было, ну, фильм о Второй мировой войне без, фактически, вот, там, батальных сцен, или, там, не знаю, убийств, или, там, еще каких-то ужасов этого нелицеприятного события в истории XX века, вот. Просто история простой австрийской семьи, просто история, вот, но она о смелости, все-таки, одного человека, который своим поступком может изменить ход истории, или же, ну, проявить мужество, как бы, отказав, ну, проявить мужество, отказавшись делать то, что он не хочет. Потому что, как известно, то есть австрийский, Австрия должна была присягнуть Гитлеру, и все военнослужащие, которые брались в армию, должны были присягнуть Гитлеру, и этот человек, простой австрийский фермер, он отказался это делать. Вот, и вот, вся эта история о том, что, как вот, его семья в маленькой деревне должна была, то есть, много чего претерпеть, потому что и деревня, то есть, как говорится, против него ополчила, что что-то не можешь, как все сделать, да, и близкий круг, да, людей тоже, как бы, то есть, фактически, эта история, один человек в поле воин, хотя, в принципе, история заканчивается грустно. Но это очень красивая история. Ну, вот, тут Терренс Малек все-таки, да, мне кажется, был на высоте, и многие прочили ему тоже так же, так сказать, победу. Но вот, как-то, судя по всему, я уже впоследствии, еще до кинофестиваля прочитала, что его вот позиция Неориту была, что он хотел открыть новые лица, новые имена, новые голоса, и поэтому даже какие-то менее известные люди, да, получили там тот же Гран-при, да, который малоизвестный, режиссер-дебютант вообще получил, да, то есть, это такой аванс. Ну, кстати, все-таки упрекали немножко Каннский кинофестиваль, что он превратился в такой между собойчик, ну, то есть, обязательно, ну, вот, набор вот режиссеров, которые привозят свои новые картины, он уже вот устоялся, то есть, обязательно Дарден там брать, и Дарден будут там обязательно, ну, то есть, можно перечислять и перечислять, там киноманы знают, но, ну, как будто вот уже между собой они. А так и есть, что, в принципе, в программе, в конкурсной программе, по-моему, был 21 фильм, и из них где-то половина – это метры, то есть, это и Альмадовы, и братья Дарден, да, и тот же Абделятив Кишиш, который в 13-м году, по-моему, получил за жизнь Адель пальмовую ветвь, да, вот, то есть, как бы там вот половина была такие метры уже, устоявшиеся режиссеры, то есть, это их просто, так сказать, уже, так сказать, дань их карьере, да, а вторая половина – это действительно какие-то молодые имена, или, допустим, то есть, это люди, которые, опять же, впервые Каннский кинофестиваль присуждает пальмовую ветвь корейскому фильму, то есть, это вообще, то есть, как бы, в их истории, насколько я понимаю, это вообще, так сказать, первый раз, да, да, поэтому, то есть, как бы, здесь вот было, как бы, отдана и Дане честь, да, вот этому вот патриархальному немножко, да, настрою кинофестиваля, или как его воспринимают. Но и не Риту хотел, да. Да, да, но и не Риту хотел, да, чего-то нового, свежего, да, неизбитого, да. Хорошо, вот, у нас буквально, вот, осталось буквально пять минут, вот, что еще, о каких мы картинах можем упомянуть, что удалось еще посмотреть? Посмотрела фильм Педро Альмадовара, это «Боли слава», в главной роли Антонио Бандерас, он и получил награду за лучшего актера. Он, по-моему, просто у Альмадовара в шестой раз, или, я боюсь сейчас ошибиться, или еще, ну, это, в принципе, один из любимых актеров Альмадовара. Да, ну, его же, в принципе, Альмадовара и открыл, и, мне кажется, в своей речи при получении награды он, по-моему, говорил, что, в принципе, он меня открыл как актера, то есть, мне показал этот весь большой прекрасный мир кино, да, то есть, это вообще, то есть, как бы, ну, актер, которого открыл Педро Альмадовара и снимал себя в кино. В этой картине он практически альтер-эго, я понимаю. Да, это, как я уже при просмотре поняла, что это некая уже, так сказать, автобиографическая история, которую Альмадовар фактически так перенес на экран, вот, и в лице Антонио Бандераса, вот, скажем, хотя там немножко есть разница в том, что все-таки Альмадовар у нас снимает много и часто, а там режиссер снял один фильм 30 лет назад, и это вот его рефлексии, как бы, на вот, вот, на всю жизнь, которую он прожил. Ну, и особенно на его детство, и еще некоторые нюансы. Кстати, насколько мне известно, этот фильм будет в Латвии показан, вот, и не только он. Вот Джармуша, кстати, Джима Джармуша я не посмотрела, но не потому, что я не попала, а потому, что его показывали только на первой неделе, первые дни, да. И как я не пыталась в программе где-то его найти, к сожалению, его уже больше не было, но в Риге он тоже у нас будет осенью, насколько мне известно. Ну, в конце концов, да, подожди. Говорят, что еще какие-то фильмы у нас вроде как даже для проката собираются брать в Латвию именно из программы Каннского кинофестиваля, но пока я не знаю деталей, тут я никак не могу раскрыть все карты. Что произвело, может быть, самое большое впечатление в Каннах с точки зрения, ну, любителя кино? Это то, что, кстати, мне очень понравилось, я как человек очень коммуникабельный, опять же, те же очереди. Вот, мне кажется, слово очереди, оно настолько у нас немножко имеет другую краску, что думаешь, что зачем очередь, за колбасой или зачем, а все равно стоим. А там, получается, как-то вот ты стоишь в очереди, и ты с кем-то просто случайно заводишь беседу. И неожиданно, то есть, как бы, получаются какие-то интересные люди, какие-то интересные истории. И начинаешь вообще разговаривать о фильмах, да, ну, что посмотрели, а, то вот это, как вам, окей, а, значит, надо пойти, или наоборот, окей, не пойду. И ты меняешь потом свою программу даже, то есть, задумал посмотреть этот фильм, да, а потом тебе кто-то сказал, один-два человека, ну, не очень, да, или там вот то-то, то-то не это самое, не сработало. И ты думаешь, ладно, лучше не буду смотреть, раз все-таки несколько человек сказала, так, и пойду, выберу другой фильм и посмотрю, как говорится, получше, может быть, будет впечатление. То есть, это вот непосредственно общение, которое мне понравилось, и, главное, смешное, что ты общаешься, 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 а потом понимаешь, а мы даже не приставились друг к другу. Вот это был, да, такой вот интересный момент, да, что вот ты просто, как бы, находишься в этой среде с теми людьми, которые вот так же, как и ты, даже неважно, с какой аккредитацией, да, или даже по билету, если мы говорим о двухнедельнике режиссёров, да, куда можно купить билеты, то это всё равно какой-то такой вот, прямо такой вот, я не знаю, вот, внутренний такой подъём, и, ну, приятное общение, действительно, с людьми. То есть, получается, что с людьми очень легко, ну, завести беседу, да. Они открыты для того, чтобы, для обсуждения, а какое-то вот вне очереди продолжается ли общение, ну, иногда, может быть, там, ой, там, может быть, мы там собираемся, там, попить кофе, там, павлю, ну, бывает? У меня было даже, свершилась, наконец, развиртуализация с одним человеком, с которым я заочно знакома через социальную сеть, вот, и с ним, ну, я знала, что он там уже находится в Каннах, и, в общем, встретилась и развиртуализировалась, вот. Вот, встретились, пообщались из Калининграда, знакомый, вот, а познакомились совершенно случайно через кинофестиваль короткометражного кино российского «Короче», да, к которому, там, в принципе, имеет отношение, да. Вот. Так что, вот такие, да. Это была программа «Синема», и вот, если вдруг появится желание, может быть, отправиться в Канны, Берлин, Венецию, помните о том, что есть такой конкурс, есть возможность, вот, живое просто, вот, живое доказательство того, что все, все можно сделать, посидеть сегодня в студии. Наталья Яценко, киноман со стажем, и спасибо огромное, Наташа, что удалось прийти рассказать столько интересного. Спасибо, Олег, за приглашение. До свидания. До свидания.